Подкаст создан исключительно в юмористических целях. Если для вас недопустимы мат и глупые шутки, не слушайте его. Доброе утро, уважаемый слушатель. Малыш, хочешь, я расскажу тебе сказку? Может быть, у кого-то действительно доброе утро, может быть, у кого-то хуёвый вечер. А это традиционный подкаст нетрезвых бездельников. Про вызов не будешь рассказывать, да? Да рассказывай, Паша. У меня просто было два фильма. Что за вызов был? Два фильма, которые я посмотрел один кинотеатр. Кто нажрался, пришлось вызывать скорую. Это вызов, блядь. Ну или знаешь, как Андрюха, у нас труп, возможно, криминал. По коню. Не, не буду рассказывать. Пизду вас. Я лучше расскажу про другой фильм. Пожалуйста, блядь. Пошло все в пизду. Да, вы все равно все обосрете. Какая ху-ра-зница. Вот, расскажу лучше про то, что я обосру, поэтому вы тоже обосрете. О, давай, это миллион. Это, короче, фильмы за 300. Но они не за 300, они где-то за 350, пишу, инфляция. По совету баклажанного директора. Он мне причем такой, бля, ебать рассказывал. Я прям такой воодушевелся, думаю, блядь, надо посмотреть. Ну, потому что это полный пиздец сюжет. Ну, начну с того, что вы, наверное, слышали. Фильм называется «Блуждающая земля». Ой, это что-то на китайском, киповско-корейском. Это китайский фильм. И причем вторая часть, да? Вторая часть, но я смотрел первую, потому что второй пока нету на известных сервисах. Я просто недавно, когда, ну, типа, видел в анонсах кинотеатр, типа, этот фильм. Это по картинке выглядело как такое ебучее аниме. Это, блядь, полный пиздец. Это, короче, ну, просто сюжет. Вот послушайте. Типа, Солнце начинает, ну, как бы, звезда, когда умирает, оно начинает превращаться, там, ну, сначала расширяться, потом оно, блядь, взрывается, превращается в гигант, а потом в карлик. В общем, Солнце начало превращаться вот в гиганта, блядь. То есть, увеличивается температура. Все планеты, которые близко были к Солнцу, там, уже вообще по пизде пошли. Земля, ну, на грани, как бы, того, чтобы пойти по пизде. Там высыхают океаны. В общем, полная жопа. Что, блядь, придумали нахуй? Китайцы. Китайцы в этом фильме. Двигатель поставить, да? Блядь, не просто двигатель. Они там, блядь, на таких очень серьезных и охуенных щахтки рассказывают все население. А, все главы, все правительства всех стран объединились в некое мировое правительство. И въебало все вообще средства и вообще все-все-все на то, чтобы построить какое-то количество этих огромных двигателей. Там, причем, несколько, ну, какое-то огромное количество, там, десятки тысяч двигателей на экваторе, чтобы погасить вращение вот это осевое Земли. И что? А другие двигатели с одной ровно стороны, тоже их, там, десятки тысяч, они, типа, тупо ее, короче, с орбиты уводят. Ну, подвинули. Не, вообще уводят нахуй. Это, кстати, было в фоторане. Ну, это все было в Симпсонах, да. У них было там потепление, они такие, надо землю отодвинуть подальше просто. Ну, да. И тоже такие двигатель въебали. Ну, там это было так, все вот так просто прям. Ну, да, как бы в фильме все достаточно, ну, там не то, что просто там показывается, но вот говорят, что, ну, я так смотрел краем глаза, что во второй части, там, типа, наоборот, как раз рассказывается. Обратно надо вернуть, да, типа. Такие хуйню сделали. Нет, там, наоборот, это, как бы, ретроспектива, то есть, как к этому пришли, то есть, если в первую часть там прям показываешь, что Земля там летит, пиздец, там Юпитер ее притягивает, то есть, они вообще из Солнечной системы улетали, не то, что они ее чуть-чуть на орбите подвинуть хотели, они хотели нахуй улететь, потому что Солнце ебнет, превратится в сверхновую, ну, и все, типа, как бы, планеты, ну, все. То есть, к другой, к другому Солнцу. К другой Солнечной системе, куда-то там в Альфа Центавра, ну, ох. А как они, типа, переживут это? А там, типа, подземные города, то есть, на поверхности нихуя нету, все подземные города, на поверхности температура, атмосфера все осталось. Лен, ну, это прям вот совсем такая, ну, лженаука. Ну, вообще звучит, как, ну, идея снять что-то такое можно и интересное, но тут, судя по всему, сняли как-то сомнительно. Помнишь, Артем, мы с тобой смотрели этот фильм ебаный, где у людей, где там ядро останавливалось, а они такие похуярили взорвать ядро, что-то, блядь, тоже такая хуйня. Там не взорвать ядро, там на ней взорвать хотели какие-то эти хуйни, чтобы оно запустилось обратно вращением. Ну, это все вот эти фильмы, типа, послезавтра, когда катастрофа. Ты знаешь про этот фильм, это такая, блин, фантазия, слушай, я помню, я маленький был, я любил такую фантастику, у меня даже всякие рисуночки были тоже, как Аля, типа, Земля, и у него огромные двигатели, а она, типа, Калентин, типа, мол, Земля, космический корабль. Самое интересное, вот этот уровень фантазии, полет. Самое интересное, что даже у этого Кира Булычева, Булычева, как его правильно, который про Алису Селезневу написал, у него же помимо этого дохуя было фантастических произведений разной степени, ну, типа, возрастных групп, то есть какие-то были даже, ну, не совсем для детей, а такие посерьезнее уже. Я вот помню, там, то ли, то в рамках Алиса Селезнева, ну, не важно, там, короче, был какой-то пиздец, какое-то было тело небесное, которое не могли понять, оно снаружи, это тупо металлический шар, но, да, блядь, ебать, огромный, короче, как, ну, Звезда Смерти, ну, и, типа, прикол в чем, что внутри, наоборот, как бы, то есть, жили люди, ну, там, какая-то раса, у них тоже самая история была, что звезда там по пизде пошла, их там упаковали, ну, а там уже какой-то был уровень развития такой, что там эти все искусственный интеллект, роботы, там, вся хуйня, и, в общем, люди там пиздец деградировали, потому что им делать вообще нихуя не надо было, им там жопу подтирали, ну, как воли, типа, вот, а в случае с вот этим вот землей блуждающей, нет, на самом деле, вот, китайцам надо отдать должное, они прям, блядь, показали, ну, там много такого прям кринжала, прям лютого, но, понятно, что все снято на зеленом этом фоне, как бы, но... Гарафон нормальный? Нормальный, вот прям нормальный. У китайцев я тут, типа, слушал подкасты, там рассказывали, что они, короче, буквально, там, типа, там, последние, там, 10-15 лет, такие, бля, мы, нам не нравится, как, типа, западный кинематограф хуярит, типа, и какие ценности они... Мы создадим свой. Мы, типа, свой, но они делали так, что, типа, говорят, там, дали дохуя денег какому-нибудь известному, ну, такому, не прям самому, но какому-то хорошему режиссеру американскому, привезли его, и, короче, он все это снимал, а они просто ходили чуть ли не с блокнотиками, записывали, блядь, досконально, что он делал, и просто такие, типа, ну, они же не привыкать все скопировать, нахуй. И вот они, типа, снимают свои фильмы, они такие, типа, ну, прям, у них там хороший уже уровень технологий, все дела, но они идейно такие, ну, редко в них что-то прям такое новое, то есть они просто хорошие, как вот индусы-индийские. Да, но там только танцы. Ну и хоть с танцами, да. Не, у китайцев, кстати, прикольно, это 19-й год фильм вышел, вот этот первый, вот, и там, короче, прям дохуя показывается, там один из, как бы, друзей, скажем так, одного из главных персонажей, там дохуя главных персонажей, я их половину, блядь, путаю, потому что они одинаковые, извините, конечно, пожалуйста. А Джеки Чан там есть? Не было, по-моему. Вот, и там, короче, русский, причем русский, как бы, ну, там я дубляж смотрел, русский его прям не дублирует, он реально русский. Ну, может, я ошибаюсь, но выглядит, как будто без дубляжа, как бы, идет. Вот, и там, блядь, самый угар в том, что обычно, знаешь, русские, они такие, ну, типа, все представляют их ебнутыми, как вот в Армагеддоне, где там, блядь, он хуяет. Там охуенный персонаж. Да, да, ну, типа, но он, блядь, ебаный. Это Лев Андропов, блядь, космонавт с русской космической станции. Когда он, говорит, пиздит эту микросхему, ему говорят, блядь, ты не понимаешь в этих американских платах, он говорит, американский, русский, все на Тайване сделано. Ну, да, вот, а тут, наоборот, русский, он такой, типа, образумливает китайца, что, блядь, вот, есть протокол, мы должны по нему действовать. Это такой, нахуй, протокол, такой, ты пойдешь под трибунал, типа, давай, причем, друг. Вот, ну, в общем, не, на самом деле, нормально, можно глянуть. Я прям такой, ну, я, правда, там вот так вот сидел, просто полфильма вот так, нахуй, блядь, что нахуй происходит, пиздец. Ну, так, по-моему, в этом и вся суть всяких китайских фильмов. А я еще такой посмотрел и такой, блядь, что за хуйня, вот как индийский и китайский. Да, вот как мы смотрели РРР, только... Бля, ну, РРР это пиздец вообще. Мы там реально на половине фильмов вынуждены были остановиться и пойти перекурить. Да, это просто жесть. Это, наверное, когда он... Не выдерживает. Когда тигры, когда тигры, да. Блядь, это просто... Это он со слоном там танцевал? Не с кем это? Мне, когда они такие, там, ну, налет сделали на участок, и у них там куча животных. Мы такие просто, блядь. Они же такие все прям такие... Хуёвые. Кукольные, да. Ну, это, блядь, о чём? Нет, тут как бы всё такое более или менее... Просто там нет животных. Как бы, ну, не знаю. В целом неплохо, но советовать, наверное, я это смотреть не буду. Но если только вам, типа, делать нехуй. Я вот сидел, я прям нормально так вот бухнул. Прям нормально зашло, вот прям вообще хуяно. Это я также смотрел тоже китайский фильм, что-то как называется, блядь, я не помню, «Великая стена», что ли, или типа того. Там реально тоже, типа, Китай, вот эта стена. Великая. На неё там какие-то, блядь, я уж не помню. Два с половиной часа. Монголы, не монголы, но там истерия, что там все как леголаз, нахуй. То есть они, блядь, из луков стреляют нам нахуй так, что они в конец стрелы другой могут попасть там за полкилометра, нахуй. Прыгают там по этим стенам, бегают, блядь, короче. Он такой исторический, типа? Да нет, какой он, нахуй. Документальный. Надо просто лук тебя ебать. Художествен. Но он исторический про старое время. Там про монголов? По-моему, да. У них с монголами-то больная тема. Как в Сауст-парке, да? Что стоит китайцу построить стену, появляться монголы. Такие, причем, старые вот эти. Ненцу. Не, ну а что? Нормальная история, блядь, в принципе. Если для них это такая тоже полезная историческая нагрузка. Им уже надо, типа, такие, знаешь, американцам снимать кино, как китайцы, типа, под себя весь мир поджимают, а китайцам свой фильм. Посмотрите, у кого пища получится. Там, знаешь, такие две части, снятые разными людьми. Раз уж ты про фантастику начал, я сижу, типа, ну, я же дома работаю, и параллельно включаю себе какой-нибудь... Теперь уже раньше Ютуб смотрел, но сейчас уже как будто весь Ютуб пересмотрел. Короче, блядь... Артем посмотрел Ютуб. Короче... Там такая галочка просто. Все просмотрено. Теперь ты Ютуб смотришь. Нет, я, короче, пересмотрел из детства. Может, вспомнишь такой сериал, блядь, Вавилон 5. Так охуенный же. И, блядь, там такие Минвар, Варлон, блядь, тени. Потом всех нахуй размотали туда-сюда. Там вообще мясо вот этих... Я прям иногда такой, типа, работаю, работаю, и на 5 минут отвлекаюсь в какую-нибудь сцену, когда космическую битву, такой прям, бля, охуенно. Бля, как там был этот Гарибальди Кош, который... Гарибальди Кош, вообще охуенный пацан. Он не пацан? Правда, помер. Ты, кстати, в детстве не очень перся. Я, кстати, смотрел, но мне больше нравились... Перед ним шла дежурная аптека, такая комедия. Бля, мне она больше нравилась. Она такая, типа, а-ля итальянская. Ну, какая-то или французская, что-то такое, да. Помнят хуйню. Ничего, простите? Мне всегда прям нравилось. Рыгать можно или меня опять запылесосит? Ну, не часто. Дед Микпаш, его за всё. Да пиздец, блядь. Это же прекрасно, Паша, не слушая хейтер. Это хейтер, хейтер завидует. Как там, хейтер с гона хейт. Хейтер с гона хейт. Да. Ну че, че, давайте ёбнем и продолжим. Чача, че, че, че. Чача. У нас есть чача. Да, Кирилл уже всячески рекламировал её. Она какая-то самопальная, типа, ну или покупная? Она покупная из Абхазии. Ебать, ебать. Самопальная. Кто вас был в Абхазии? Откуда у тебя это? Абхазы были в Абхазии. Абхазы привезли. А теперь все в России. А жаль. Кстати, интересный факт, что есть английское, американское, не знаю, слово хейс, которое, наверное, вы все знаете, означает что-то типа а-ля под кайфом или как-то так. Да, да, да. А хейз? Ну, хазе она пишется. Ну, да, да. Типа Абхазия. Ну, там ещё можно разогнать, там же вот это хейз, оно с хейзард, типа, там, один корень, и там у них какие-то общие, типа, идеологические, поэтому абхезард, знаешь. Да. Абьюзанный, типа. Ладно, Абхазам передаём привет. Да. Кто-нибудь ещё что-нибудь поглядел интересного сейчас, пока Артём не начал свои вутенги, блядь, впаривать население. Не только вутенги. Бля, вот никто не прореагировал? Я вчера такую группу скинул, вы вот даже не послушали, наверное. Мы попробовали. Там пиздец полно, там охуенно про бомжей, что, блядь, типа, налей ему водочки или иди нахуй, короче. Ты нам просто скинул в тот момент, когда вам не до этого. Да я понимаю, я просто вчера чисто... Помните, Серёжа Чайковский есть такой товарищ? Батарейка, блядь. Да, да. Вот, он просто... Нифига ты его назвал Чайковский? Ну и вот фамилия у меня такая, наверное. Красивая фамилия. Потом? Конечно. По-любому. Поэтому он и слушает только музыку, которая, ну... Хорошая. Хорошая. И там охуенная обложка, там бомж жрёт собаку, короче. Ну да, обложка красивая. Во-первых, у вторых, там песни про бомжей, ещё там охуенная песня про электросамокат есть. Про рекламирую группу слушателям нашим. Может, люди заинтересуются. Ты сам не помнишь, как она называется. Она называется Сик Дик. Я даже не успел... Там охуенно у них, ну, логотип такой типа хуй. Но он какой-то, ну, Сик, это же сумасшедший. Больной, да. Ну, больной, неважно. Ну, Сик, мне кажется, это больше... Сик индустрирует. А ещё Сик это плевотины. Не, больной, типа, ну, кукухой поехали. Ну, больной кукухой, да. Да. Ну, поэтому, короче, ебанутый хуй, если так переводить. Ну, кстати, да. У кого-то есть такой друг. У них... У них всего два альбома. У всех есть такой друг. Если у вас нет такого друга, задумайтесь, возможно, это вы. Да? Да. Как обычно говорят. Ну, в общем, смысл в том, что, послушайте, полная хуйня, но пиздец смешно. Мне реально напомнило сначала Кувалду, потом, блядь, Министепл Вейст есть такая группа охуенная, где... О, это охуенная. Бля, вот что-то типа... Да-да-да. Ну, раз уж тут такая хуйня... В Майси Пикл Вейст там есть охуенный клип, где они в доме такие тусят. Ну, да, это мой любимый. Он такой, типа, ходит по комнатам, открывает комнату, а там такие, типа, сатанисты ритуал делают. Он такой, ой, сори. Да, так там охуенно, что они такие, типа... А, типа, там чувак приходит, они такие пришли на вечеринку, он рассказывает, что вот мы были на вечеринке. Ну, типа, он такой заходит, и просто, типа, чувак такой бонг такой протягивает. Типа, будешь что-то, такой, не-не, погоди. И тот такой брос берет и выпивает жижу из бонга, короче. Ну, и там полный пиздец, и он в конце такой сидит, а там, типа, у них какая-то встреча, ну, с какими-то правильными людьми. Ну, типа, он его целка... Типа, коллеги. Ну, там, типа, коллеги, да, такие, типа, вот, мы вчера были на какой-то... Он такой еще какой-то пиво, такое, склютеновое, такой, говорит, вот, попробуйте. Он такой, а я вот... Да, и он такой, он такой, it was great. Такой, типа, бля, хуя. Интересный еще факт про эту группу, сегодня смотрел про скейтеров, видос, короче, My Typical Waste, это... Чем так называешь? Ну, как про Мюниципал. Ну, я не сипал. Ну, блин, не знаю почему. Ну, они Мюниципал пишутся. Ну, да, да, короче, неважно. Это, типа, самая используемая в скейтерском мерче группа. Ну, потому что у них... Мерчи? Такая не ебаться... Ну, у них там, типа, всякие коллабы с досками, что на досках их логотипы, всякие майки, футболки, хуелки. Прикольно. Хотя, вроде бы, у скейтерских брендов всегда... А там вот этот грандкорный шрифт, да? Ну, там типа грандкорный, она такая кислота такая, типа, прям, зеленая. Нормально. Не, они пиздатые. Поглядеть, у меня что-нибудь. Я говорю, раз уж пошла тема про новые музыкальные релизы, вот тут Кирилл напомнил, что вышел новый альбом «Ландыши», я хочу сказать, что вот у них же там, блядь, сменился полностью состав группы, кроме вокалиста, блядь, и... Это у них там двое, типа, по-моему, из старого состава. Блядь, им очень не хватает вот этого, блядь, клавиш, типа, потому что оно задавало вот этими всеми... Им задавало это стиль, а, блядь, без этого вообще полная хуйня. Ну, как, не помню, хуйня, но они стали какой-то такой... Ну, проще это становится, клавиши всегда задают стиль. Какие-то. Какие-то. Какие-нибудь. Делит, например. Да, ты такой сидишь, работаешь целый день, а потом такой, делит, и задался мести. Киса лапкой делит, и ты все такой... Такая по клавиатуре, вау. Она как-то кинь хуяк и скомпилировалась сразу. Все. Да. Киса помогала. Да, если кота запустить, чтобы в этот... Открыть чат GPT, и кота... В клавиатуре, да-да-да-да. ...постить, бегать, короче. Ну, он чат GPT, и если он будет умный, он ответит, типа, бля, уберите кота от кого-то. Потому что, ну, а что... Хуйня такая. У меня как-то кот отослал Ольки такой, трехэтажная. Что-то такое было. Я сразу же поняла, кто это. Такие, баб, сдай телефон Артёму. Ну, это как с детьми такая хуйня бывает, когда дети такие берут и звонят, типа, с телефона с чего-нибудь, ну, родителей. Я такой, типа, блядь, ну, привет, привет. Привет. Я такой, ну, привет, привет, типа. Я говорю, папе дай телефон. Да, это часто почему-то у детей такие херня. Ну, они видят, как люди ходят, пиздят. Они же, блядь, это у... Ну, у многих такая история была, когда мелкий, там, пульт от телека берёт и такой с ним ходит по квартире. Такой... Ну, насмотреть. Это ладно, мне мой тут недавно, я его забираю из сада. Ну, причём забираю не так, чтобы рано. Но так получилось, что они ещё не... Они обычно ходят гулять, когда погода хорошая. И, типа, ну, я его уже забираю просто с улицы. И просто мы идём домой, там, в последнее время пешком его забираю. Пока погода. Ну, вот. И он такой выходит и такой, блин, ну, короче, расстроился. Я говорю, что ты расстроился? Он такой говорит, да, блин, вот, типа, этот, какой-то там пиздюк у них в группе. Он, типа, не хотел одеваться долго, его, там, типа, воспитатель, там, заёбывал. Типа, одевайся, пойдём гулять. А он не хотел одеваться. Короче, типа, он не успел погулять из-за него. И расстроился. И говорит, вот, типа, мне нужен телефон. Я говорю, нахуя? Он говорит, чтобы... Я так и говорю. Принестите его телефоном. Чтобы, нет, чтобы ты мог мне написать или позвонить, когда ты меня заберёшь. Чтобы я знал. И рассчитывал. Я говорю, у тебя пиздец, ну, типа, дел дохуя, чтобы рассчитывать, там, он, блядь, будет. Я такой, я вот сейчас буду садиться, конструктор собирать. Мне нужно понять, что если ты меня через пять минут забираешь, то я обломаюсь. А так я могу рассчитать, что я могу пиздец, какого-то, блядь. В целом логично. Дальше слушай. Он говорит, вот, у Лизы есть телефон. Я говорю, ну, хорошо. Лиза, это одногруппница? Да. Я говорю, хорошо, мы тебе купим, не купим, а возьмём, ну, просто лежит куча телефонов кнопочных, который, одну функцию, он будет звонить. Всё, на нём игры, говорю, не будет. Он такой, нет, я хочу нормальный телефон. Я говорю, нахуя тебе? Ты будешь играть, типа, в него сидеть, там, блядь? Вот. Он такой, нет, я не буду играть. Я говорю, тогда вот тебе звонилка будет. Форд Найт, и вот это мамку ебать будут там все, как обычно. Слушай, ну, вот Антон рассказывает, он дочке, типа, телефон, там, iPhone 6s какой-то отдал, и там же можно включить управление родительским контролем. У него там охуенно ограничение на запуск игр одна минута. Нет, там можно сделать вообще по-хитрому, там, типа, да, ну, там, типа, делаешь с 50, 0, 0, там, там, нельзя, там, 23, 59 по 0, 0, типа, делаешь, потому что там, ну, типа, день должен быть. Вот. И, типа, он такой просто тебе пароль на запуск приложения. Это на тему одной минуты на игры, помнишь, на PSP была такая игра в 30 seconds hero, когда у тебя такая RPG, но игра 30 секунд сессия длится. Ты такой зашел, ну, и, типа, игру можно за 30 секунд прям пройти. Охуеть. Там такая, да, ты такой, тут, 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 такой, раз, что-то это. Ну, это таких много идей. Это, как вот это было русское относительно недавно, она еще на комп основного ходила. Такая пикселявая, где там по кругу, где там все ходит, но там же тоже так достаточно все быстро, где игра сама играет в себя. Или там какая-то была, то ли на Switch, то ли тоже там на PSP, на Авито, когда у тебя такие короткие сессии. А, варила там чего-то. Которые еще разработчики сказали, скачивайте торрентов, мы разрешаем. Да, 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 да. Не помню название. Я тоже забыл. Там на торрентах должно еще быть. Ну, это что-то по типу автокликера и рогалика. Да, автокликеры, но куда нужно, я вообще не понимаю. Ну, типа, сидишь кликаешь, ебать. Нет, так а там автоматом ставишь, что, типа, ебашить. Ну. И ты все, он как бы лежит и ебашит. Нет, ну ты же заранее что-то выбираешь, а потом у тебя что-то происходит. Бля, ну ладно, помнишь вот эта игра охренная, где игра сама в себя играет на флэше, где там такое двухмерное, какой-то автомобиль едет и он падает. Не, ну ты же там собираешь автомобиль, это луноход или типа того марсоход. Да, но только он такой едет, сначала просто такой колесо с палкой, он наебывается, и он типа сам перезапускается, и она улучшает сама, типа, эту машину, и ты просто такой сидишь, она там через часа полтора в такую уже хуйню построила. А там она чем дальше едет, тем ебанудее рельеф, и она все равно взлетит отъем. Нет, а есть другая чуть-чуть генерация, это примерно то же самое, только там ты создаешь как бы изначальный какой-то каркас, а потом она... Каркас безопасности. Это все ебаные нейросети, скоро они нас захватят. Да никого они захватят. И заставят работать. Да? А так-то мы не будем, да? Ну, неплохо. Прикинь, у тебя будет не начальник, а нейросети, и она такая, ты проебываешься, сидишь. Блин, она, кстати, будет лучше знать, чем начальник. Ты такой пишешь отчет о проделанной работе, и она такая, пиздишь. Ну, это же уже подъебались люди, которые, когда вся эта пандемия была, что типа народ отправили на удаленку, а оказалось, что ты когда в офисе был, ты там мог ходить на перекуры, с коллегами общаться, проебываться где-то. Ну, и за тобой особо никто ничего не контролил. А когда они въебали эту удаленку, они такие, блядь, ну человек же может вообще нихуя не делать. Мы введем какие-нибудь метрики, и оказалось, что народ нихуя не делает. Они все такие, бля, я теперь работаю в три раза больше, чем когда я в офисе был. Ну, это как где-то, по-моему, в Австралии там какой-то типа чувак ради эксперимента такой говорит, давайте мы сократим рабочий день, рабочую неделю на один день, но при этом нельзя пользоваться телефонами собственными во время рабочего дня. И в итоге, короче, чувак такой говорит, бля, охуенно, производительство труда выросло, мы типа за четыре дня без мобилок делаем больше, чем вот делали. И такой, мы, наверное, типа, если вот люди согласятся, мы оставим такую типа херь. На самом деле я не понимаю, но вот есть же нормы, да, на многих заводах там банальные. Нет, ну норма у тебя, норма обычно это, когда человек делает что-то руками своими, а вот умственный труд ты никак не можешь прорегламентировать вообще никак при чем. Это как какой-нибудь копирайзер такой. Ну, мне вот на сфразы надо три часа подумать. Теоретически, да, можно сказать, что ты такой типа, блин, вот человек должен написать там пять бумажек за неделю. Ну, условно тогда, или поэмы. Три поэмы. Но вообще умственный труд, там, труд инженера, как бы, ну, вообще никак. Ты не можешь регламентировать. То есть, если у тебя человек там месяц делает какую-то там условно чертеж детали, ну, он же, наверное, думает, а может он проебывается, а кто это знает? А никто, кроме человека, который это делает. Сделал за пять минут. Типа того, да. И неделю. Но фактически тут же можно отболтаться, что я тут расчеты делал. А может человек реально расчеты делал какие-то, долго сидел там. Или у него вот эта идея рождалась. Вот эту вот историю про то, что идея как-то рождается, вообще никак нельзя. Хорошо, вот ты как инженер, который реально этим занимается, ты можешь объяснить, как это происходит? Да, и вот именно, что никак. Это по-разному. Ну, у вас же есть какая-то определенная задача. Ну, задача есть, но нет нормативов. То есть, если в производстве там все понятно, нормы часы, там сколько... Ну, типа, сколько он может токарь, бля, этих болванок выточить за... То вот в этой вот умственной работе никаких нормативов, ничего нет. Ну, их и не может быть. Слушай, я не знаю, у нас вот, собственно, вроде тоже инженеры... Ну, типа, есть, но их не особо юзают. Ну, как бы... Да и вот именно, что их нет. Если что у тебя спросят, ты скажешь, бля, я думал. Не, ну, у него КБ же, у тебя КБ же прям КБ. Да. Ну, это как бы, блядь, другое, конечно. Да, не, есть, ну, такие какие-то инженерные задачи, когда уже все готово там что-то сделать, да, там. Ну, условно, там, как у вас, типа, там, отснять и нарисовать чертеж, да, план. Да, ну, тут можно это вот как-то сказать, что это займет вот столько времени. То есть, там, от сложности объекта, от сложности, ну, вот, от этих вещей тут можно. А когда это прям вот что-то такое, когда человек с нуля придумывает, то, ну, тут особо нет. Ну, это, да, это я согласен, это как бы творческая деятельность, которая... Вино. Блядь, заебало. Да, минут не закончилось, точно. Стой, вакуумку в попу пихай. Вакуумку, слушай. Не, не, Артём, не... Бля, ебать так долго. А чё, может, ты это нальёшь тогда раз, что такое дело? Да, конечно. Такой, блядь, цыгарь. Неплохо. Да. Ну, это так, повъёбываться перед друзьей. Вакуумку давай, дыхай. Не надо, мне вакуумку. Я вот так берёшь, попу пихаешь, вот так оп, делаешь, чтобы вакуум образовался. А нафу. А там вот здесь, короче, появляется как улечка маленькая. Как улечка вставляешь, и губы такие вжались. Это это, ну, образцы забирать кала. Кал на анализ. Из 1 в 7. Вот для чего это нужно, такая... Там ещё и в комплекте две. Китайцы думают о нас. Вакуум. Ну, как раз мы двоим. Там ещё, братан, мы просто поздно спохватились. У тебя сверху была фольга. Там ещё специальный охуенный такой нож для фольги. О, смотри, ещё можно, ты так засунул себе в попу. Ну, нахуй. Оно всё глупо. Это для тех, кто любит острое. Кто просто любит жить. Этот парень был из тех, кто просто любит жить. Вакуум-курс был потихоньку. Бля, я не шну уроды, короче. Это безпечный ангел его. Безпечный анус. Летящий вдаль безпечный ангел. Пожалуйста, сфотографируй на обложку выпуска её на миссии. Да, да. Блэ. Короче. Возможно, тебе супруга твоя суженая. Дрожайшая. Дрожайшая. Все мозги пропела. Но я хочу рассказать вам, что я совершенно случайно, честно говоря, сам не хотел, но начал смотреть, уже, блядь, дохуя посмотрел сериал «Шершни». Возможно, кто-то что-то слышал. Я первый раз, кстати, слышал. Причём название нихуя не отражает сюжет, я могу сказать. Там, причём, давайте начнём... Там про пайсику, на самом деле, должно быть. Слушай, начнём с того, что я не понял, почему сериал в оригинале называется «Еллоу Джекетс». Ну и, типа, это что? Я, блядь, ни в одном... Это про Милай? Я ни в одном переводчике не нашёл, блядь, чтобы «Еллоу Джекетс» переводилось как «Шершни». Или пиджаки. Пиджаки, ну... Или жилеты. Типа, там, откуда название берётся, это сериал про американскую футбольную, причём, ну, такую ногами футбольную, стокер, женскую команду, школьную. И она называется, типа, «Еллоу Джекетс», у них, типа, вот это ж пчела. Жёлтые. Пчела на логотипе, и они почему-то «Шершни». Ну, какая-то пчела, хуй, как отличишь, типа... Как из этого, блядь, из, блядь, «Деревни дураков». Такая дебанка. Да? Ну, какая-то... Такая уёбищная пчела. Она, вот, уеб, да. Я её не помню. Блядь, загугли пчелы из «Деревни дураков». Вот её на обложку поставили. Да, это «Шершни». Да. Ну, и что дальше? Вот это вот. Покажи нам. Да, нахуя. Это прекрасно. Это лучший москот. Ну, вы что, не видели эти американские фильмы, когда у них там какая-нибудь там команда там... Ну, мы поняли, что... Ну, понятно. Ну, они же, что... Да, у нас такая, типа, как в ней рука, там... Вот у москота, вот у Мишлена маскот вот эта хуета. Гей-бендум он называется, прикинь? Гей-бендум? Нет, как-то типа... Би-бендум. Или би-бендум, да. Который человек-пузырек? Человек-ширный. Человек-колбаса-вязанка. Это как... Иногда можно на улицах такое встретить. Короче. За 4200 рублей можно купить пчелу из деревни дураков. Ну, а костюм? Нет, ну вот эту такую, типа, навыку. Клюшевую. Ну, это как собалка. Бля, ну это... Ну, она хуёвая. Ну, она такая. Я же вчера себе уже на Авито добавил, Паш, вызбранная. Набор вот этот китайского лего с известной исторической австрийской личностью. Там это кто? Это Ева... Как её, блядь? Мораун. Или это это? Ева Полина, блядь. Не, Ева Полина толстая. Ну, а хули. Там на этих, на сосисках и пиве, блядь. Я бы на тебя посмотрел. Так и что, Шершни, блядь. Шершни. Короче, сюжет следующий. Там, типа, в сериале сюжет подаётся двумя временными отрезками. Типа, как что-то было... Можно внедриться. Произошло в прошлом. И, типа, потом какая-то часть этих героев, вот этих, блядь, из команды Шершней, уже в настоящем. Там суть какая. Они, типа, летели на самолёте в Америке на какой-то там финальный отборочный, блядь, матч. Школьная команда по сокеру. Да, у них, типа, по всей Америке они вышли в финал, типа, какой-то прям, ну, прям по стране в финал. Они летели на самолёте, у них самолёт пизданулся где-то, блядь, в каких-то лесах, горах и в полном пиздеце. И они, типа, там два, что ли, типа, с половиной года выживали. А они все там, нахуй, припизнутые до одной. И все, короче, ну, и у них ещё какая-то там мистика, блядь, привязывается к этому всему. А припизнутые, в смысле, тараканы или прям ёбнутые? Слушай, поначалу кажется, что тараканы, но у них вот эта история о том, что они там начинают голодать и мне хуй жрать, у них это перерастает в то, что они прям натурально ебанутые, причём все до последней. А сюжет подаётся таким образом, что тебе в рамках каждой серии показывают, типа, какую-то часть сюжета вот тогда и какую-то часть сюжета, как бы там, условно, сюжет стартует с двух точек. Ну, понятно. И они всё время, как бы вот эти уже взрослые, говорят о том, что, типа, блядь, у них там что-то такое случилось, о чём они не хотят говорить. Блядь, как обычно, кого-то захуяли. И там из серии к серии там пиздец просто нарастает, они ебанутые. Просто это сериал, вот этот фейспалм натуральный, потому что я сижу и вот такой, ну нахуя вы просто пизданутые, блядь, в глушь все. Ну и, блядь, на самом деле он такой. Там один сезон? Блядь, уже два, и вот второй сейчас идёт, и будет их ещё хуй знает сколько, вообще непонятно. Но он, я не скажу, что это прям какой-то супер вообще высший сериал, но я его смотрю, и прям интересно. Я, блядь, типа, такой, у меня нет желания, знаешь, такой бросить смотрю. Слушай, а по жанру это чё больше? Ну, блядь, такая мистика-триллер-блядь, ну не знаю, драма отчасти, вот. Дорама. Дорама, блядь. Это если бы корейцы снимали, то была бы дорама. Ну, в общем, мне нравится, потому что, говорю, там, во-первых, прикольно актёров подобрали, потому что они реально свои вот эти прародители юные, и настоящие реально похожи местами. Блядь, там единственное играет Джулиет Льюис, это чтобы вспомнить, вот, от заката до рассвета вот эта дочка этого проповедника. Блядь, она состарилась, у неё ебало это просто пиздец. У неё всё, что ниже носа, это, блядь, такая, знаешь, морщина одна большая. Она ещё там играет, всё так вот ебалом крутит. Она молодую футболистку играет? Нет, она играет уже, типа, когда она взрослая, потому что ей уже лет-то 50, наверное, блядь, типа. Ну, а молодых играют другие девки, типа, естественно, вот. Но там пиздец просто, ну, попадание есть, но некоторые прям очень похожи. Вот, там ещё охуенная заставочная песня такая, блядь, они прям сделали отдельный такой ремикс. Я потом охуел, что-то взяли, вот, Кристине, возможно, что-то скажу, Аланис Морисетт, текст её пиздец, там исковеркали, там такой перегруз, какие-то эффекты. Блядь, я такой, плечо, хуя себе. Ну, в общем, такой стилёвый, в общем, сериал, на самом деле, и там прикольно всё это показано, но просто показывает, насколько люди могут быть ебанутыми вообще в край. А мы знаем. Ну, конечно, вот нас сейчас закинь, нахуй, в горы, нахуй. Лыжник первый, нахуй, всех сожрёт, блядь. Конечно. Потому что его жрать смысла нет. Он привык питаться пять раз в день. Во-первых, ну, это так не особо смешно, но ещё есть этот шершняга, блядь, из группы Багровый Фантомас. А, ну да. Вот, как бы тоже может быть маскотом. Может быть. Потому что он такой колоритный. Это первое. И второе, блядь, ты вот сказал про то, что у этой актрисы всё, что ниже глаз, это какая-то хуйня. И я, блядь, вспомнил. Пиздец. Я вспомнил, что я видел позавчера. Я вот, мне 35 лет почти в этом году. И я, блядь, не думал, что меня что-то может настолько удивить. Ебать. Я видел, как этот, как его, блядь, называют. Индюк ебал индюшку. Блядь. И я ещё смотрю на ебаловое видео не снял. Я постеснялся. Он на меня, ты не видел, как он на меня смотрел. Вот это, блядь. Во время соителя. Хуйня. Не, он пока её, знаешь, он её, блядь, вот хуета вот такая. Я просто сейчас расскажу в красках, это пиздет. Индюк это вот такая хуета огромная, блядь. Он ещё выглядит, как, блядь, ёбаный кошмар на улице Вязов. У него, блядь, сверху, во-первых, какая-то хуйня стекает красная. И вот здесь брыля такая красная уёбища. Ну, я же так обычно, когда женские половые органы описываю, говорю, что это похоже на индюка, блядь. Там тоже что-то такое отдельное. Может быть, и больные какие-то половые органы? Может быть, блядь. Потому что в нормальном там не можно. Нет, я гипертрофирую объяснение, что что-то такое болтает. Ладно, гипертрофированные половые органы. Полтела, блядь. В общем, вот это вот огромное... В общем, на мире гнезда выглядит, как индюк. В общем, вот он сам огромный... Может, я ебал индюков просто? Хуйня знает. В рот причем. Они поэтому такие злые все, блядь. Блядь. Они униженные. Нет, злые только тех, которых я ебал. Униженные, оскорблённые. Ну и что? Давай, ты видел. А ты ж такой смотрел, стоял... Ну мы пришли, понимаешь, с ребёнком, блядь, покормить зверушек нахуй. Там всякие перепёлки, фазаны какие-то там, блядь, кролики, хуёлики, гуси, лебеди. Ну, реально. И вот этот индюк, блядь. Их там двое. Два индюка и две индюшки. И вот этот индюк, он такой, блядь, ну, знаешь, как это говорят, топчет. А они делали вот так вот. Ниче не делал. Он молчу, супер сразу притоял, чтобы её закрепить, как я понял. Да. Все это время как бы, ну, ну, там нормально, мы как бы отвлекали Малова от этой. Но он всё не понимал, он вышёл сюда. Но не отходил. Он ещё, а там не куда отходил. А это всё завораживает. Там маленькая, как бы, островочек такой скульптирует. И тебя не отпускают. Да нет. Смотри, сука. Я смотрел просто, что мне прикольно было. Там знаешь, в чём прикол? Короче, он ещё такой накрыл всё крыльями. Типа, нихуя, не покажу. Типа, ничего не про... Её ту индюшку... Её не видно, блядь. Сначала ты такой приходишь, ну, типа просто... Индюк такой... А потом ты видишь, что там с зубкой идёшь и... Со стороны выглядит, будто индюк хуйнёй страдает, да? Да, он просто такой выёбывается. А на самом деле он такой там... А другой индюк что, сморял, стоял и дрочил? Это, кстати, отдельный в дальнейшем будет рассказ. Там, как мы поняли, два индюка. Потому что Настя, короче, на фотках сфоткал индюка с синим вот этим... Брылёй вот этой синей... Стукнуть по спинке? Не, она ебанная. Мы о чём тебе рассказывали про индюка? Ну вот, и, короче, когда он её начал вставлять, она такая... Брыл! Типа... Брыл! И такая съебалась, прикинь! И... То есть он её там полчаса, блядь... Установлю! Готовил, готовил, блядь. И только, короче, начал, и она такая... Блядь, иди нахуй! И он такой... И главный такой стоит, такой, типа, чё за хуйня, блядь? В общем, это ужас, нахуй! Пиздец, вот этот индюк — это просто какой-то кошмар, нахуй! Как вообще природа могла создать вот это вот существо? Оно вроде нормальное, но вот, блядь, такая смешная еблент, но вот это тебе прям кажется, блядь, боже мой! А пилигримам нравится, блядь! Чего, блядь? Ну, знаешь, эти пилигримы — захватчики Америки, блядь, они же тогда у них всё время на день благодарения индейка, блядь! На день благодарения ебали индюка! Я каждый раз, когда... Причём именно индюка! Каждый раз, когда слышу про индюка, я вспоминаю этот мем, где чувак, типа, пишет в какой-то группе ВКонтакте, что, блядь, ебать, я боялся всю жизнь индюков, меня там в детстве один индюк гонял, я, типа, боюсь, ну, только справился со своей этой проблемой, типа, я вроде, ну, могу спокойно смотреть на индюков, и, короче, просто следующий, как бы, коммент, чувак себе на аву поставил индюка, и такой, ах ты, сука, я тебя всю жизнь ищу, я тебя, наконец, нашёл пизда тебе, короче! Он мне напоминает из власта фас вот этих челкусов. Зато теперь у тебя ещё будут какие-то воспоминания про индюков. Да, пиздец. Ты теперь вот в высшем обществе будешь находиться, и кто-нибудь... Скажите слово «индюк», ты скажи, что у меня есть история, даже ответ. В высшем обществе. В мелочатках с бокалом шампанской «Кристалл» Рассказывать, как индюк топтался. У меня есть история про индюков. Давайте рассказывать что-нибудь, может быть, там... Что? Что-нибудь ещё кто-нибудь смотрел, поигрывал. Я, как известный, этот... Ты поигрывал, я знаю, чем. Я знаю. И дышащим, блядь, ртом, нафиг. С писюном он поигрывал. Это тоже. Не, я как этот, знаете, как... Новая Зельда ещё не вышла, но я, как журналист, получил дорелизную... Трескопию, да? На известном сайте, да? Раздавали. На известный сайт для журналистов он ли? Да, да, да. Там для таких журналистов, которые индюкам в рот пихают. Ну, не только, ладно. Не только индюкам. Там разные журналисты. Не только индюкам. Не, я могу сказать, что вот прям одной фразой, если бы Зельда была выпущена не на технически убогий Switch, а на какой-нибудь PlayStation 5 с её графоном типа как в Horizon, бля, это была бы вообще лучшая игра в мире. Потому что, ебать, она там даёт вот этот вкус детства в том смысле, что у тебя такая игра, и вот ты в Morrowind и делай, иди, что хочешь. Хочешь? Нет, тебе как бы даём задание. А там вычурные ботинки есть? Там всякие есть ботинки. Но там много есть моментов, которые ты такой типа, вот тебе надо там пересечь реку, и вот там у тебя есть несколько вариантов, и тебя в принципе ограничивает только физика игры. Ну, ты такой типа, блядь, а могу ли я вот так? И такой, да, можешь. И ты такой, блядь, это настолько отвык я от этого, потому что в играх достаточно чётко тебе устраивают вот эти правила. Рамки. Типа, как вот в том же Хорайзоне, когда вот лазить можешь по горам, только вот по этим жёлтым хуйнюшкам, блядь. Типа, иди в жопу. А в Зельде ты можешь лазить везде, пока у тебя хватает выносливости, которую можно прокачать. И, например, там типа, если скользкие, блядь, поверхности, ну там и то можно, блядь, обойти этот момент чисто игровыми темами. Типа там хуйню, там крюк кошку, блядь. Короче, очень, конечно, удивительно, сколько всякой хуйни японцы придумывают для того, чтобы вот это всё симулировалось. Ладно, что-нибудь ещё, может, хочет рассказать, что-нибудь интересное. Мои проходят Лего Марвел на платину. Прям на платину, они заебутся. Они уже заебали меня, по крайней мере. Там же надо всё говно собрать. Они сегодня орали, я вот дома сидел, за ноутбуком, блядь, хуйня своей занимался. А они там, ебать! Ну они, правда, это проходили мир юрского периода. Ебать, банан! Это ж сколько нам его, блядь, обратно тащить, там типа динозаврика спасти бананчиком можно. Покормить, типа? Да, покормить. Динозавры ели бананы? Петрозавры. Неважно. Петрозавры ели. Он, типа, лежит, травоядное ели. Да, он лежит, его, типа, там, захуярил, ну, какой-то другой динозавр. Он такой лежит, и у него крутится, типа, что ему нужно принести. А, ну это у них два. Там такая хуйня, такая хуйня, такая хуйня, и вот, допустим, банан. Они такие, ну, блядь, всё обыскали, нет банана. Ну и хуй с ним пусть валяется. И пошли дальше, куда-то там дохуя прошли, а там банан, блядь. И они, короче, возвращаются с этим бананом. Ну, то есть, вот такая история. Ну, в целом... Ну, это задрочка. Это задрочка. Я ещё быстро хотел сказать про то, что, ну, там, эти же бодипозитивщицы выебнулись. Что, вот, какого хуйня у вас Элой, блядь, такая... А я думал, какого хуйня у вас лего фигурки все такие? Их трое, почему? Они охотят, какие стройные. Жены, это фигурка. Ну, Элой, она такая, типа, ну, более лимя, она как-то в теле, она не худышка, но и не толстая. И там эти боди-фемки, они такие, блядь, типа, ебать. Бля, прикинь, Horizon, ты играешь в такой жирной бабищей на скутере на этом таком. Так, не, а вы не видели, что ли, рендеры вот эти? Ну, типа, нарисовали, реально, чуваки просто, ну, какое-то количество рендеров, где Элой, она такая прям пиздец жирная. Я видел, все видели. Все видели. И, блядь, я начал, как бы, ну, представлять вот просто банально, да? Вот у неё там во второй части есть вот это крыло, да, на котором... Ну, она такая ебается просто. Не-не, она такая, надо улучшить. Где там, типа, блядь, она такой, знаешь, площади там, нахуй, на полкарт. Чтоб её удержать. Да, или как она на этих скачет. На длино шею. Она, короче... Помнишь, там спуститься на верёвке? Она такая спускается, и тут два развить. Либо верёвка рвётся на ту самую. Либо длино шею. Либо длино шею ломается нахуй. Там две тонны. Кстати, удивительно, потому что они её между первой и второй части уже сделали более щекастой. Помню, когда эти были предрелизные кадры. Народ уже говнил и шутил, что, типа, поев и лой пустого, как ебало пельмени. Более защекастой. Ну, она защекастой. Там, кстати, про это вообще ни одного. Она же лесбуха, типа. Да ладно? Да. Заебали. Там уже бойкотируют... Там бойкотируют в этих, на Метакритике, дополнения для второго Horizon за то, что там, типа, они уже по сюжету раскрыли, что она лесба. И меня больше прикалывает шутка про то, что... Ну, это не шутка, это реальность, что, типа, Horizon 2 вышел на PlayStation 4 и PlayStation 5, а дополнение для Horizon выходит только для PlayStation 5. Потому что они сказали, оно, блядь, не будет там работать. Я такой, блядь, ну, типа, вы там что, вторую игру сделали? Но... Обидно. Ну, типа, удивительно, что такие вы выпускаете, ну, игру, которую такую, типа, но допы для неё не будем выпускать, типа. Там ещё вот эта толстая Лоя, она такая, типа, и так хуёво бегает, но обычная в целом хуёво бегает. Ну, согласись. Окей. Но она не очень хорошо бегает. Она бегает и бегает. Но во многих играх, блядь, персонажи бегают быстрее, блядь, чем вот эта. Ну, ладно. Не знаю. Она такая, знаешь, типа, две секунды, там, типа, у вас там стамины нету, нахуй. Типа, просто, ну, она такая, что, такая сестра садится, отдыхает, а её пиздит какой-нибудь там. А ещё в траве она ныкаться не сможет, если живёт. Она такая, без травы-то. Она просто жопает. Она просто не может присесть, ну, типа. Не, она может сесть, но не может встать. Да. Вас обнаружили, всё, вам пизда, то есть ты убежать не можешь. А ещё я помню, там есть такая хуйня, что ты, типа, можешь прям под динозавром такой. Да, проскользить. И в него выстрелить, а так она быстро заревает. Да, конечно. Зато она может со всех пологих клонов просто как шарик скатываться. Ну, да. Но это уже отдельная будет ветка перков для жирных. Там охотница, собирательница. И жируха. Бодипозитивщик. Ну, это как в GTA San Andreas, когда ты там, типа, жрёшь, дохуясь. И СиДжей становится жирным, типа. Вот. И здесь такая, тут, типа, симуляция. Как в некоторых играх можно сделать какие-то решения, что ты, типа, как по злому пути идёшь, а здесь по добрую. А здесь по худому или по жизнему пути ты идёшь. И у тебя там разные открываются квесты. Типа, в одном случае там иди динозавр, а в другом, типа, иди жирный. Иди жратву ищи. Бля, ты заходил, короче. Иди, старый KFC, типа. Во втором Horizon, где ты приходишь, ну, не доходя, короче, в самом начале, короче, где ты спускаешься на там неебическом лифте и там какое-то такое пригорное... Короче, там ты заходишь, типа, в ресторан, не в ресторан, в таверну. И там чувак в таверну. И там чувак говорит, блядь, вот у меня... Я жратвук делаю, чё-то не хватает. Нет, типа, сковородку, блядь. Это как в Ведьмаке, я прям... Чё-то про сковородку, короче. И я такой, блядь, пиздец, типа, ну... Короче, я ему помог, я ему притащил сковородку. Он такой, бля, ебать, вот тебе там дыхуя рецептов. Там же готовить можно, ну, типа, из-за того, что ты там наубивал. Макарон по-хлотски можно сделать? Хуй, знаю, там макарон, наверное, нет. Ты ж хотел джим. Блядь, кстати, там был забавный момент, пока я... Я быстро взял пиво, ну, в магазе и на кассе оплачивал. И она такая берёт моё пиво, типа, пробивает, в пакет убирает. Она не смотрит ни на меня, ни на пиво. А у неё висит телек, типа, с камерами. Она постоянно такая выпаливала камеры, потому что мы пришли такие все, и все в разных... Она такая прям, бля, сейчас спиздит. Особенно этот с молодёжной прической, у которого паспорта нет. Она вообще очень, да. Там ещё, кстати, чувак ходил за нами, выпаливал. Да-да, они такие, типа, пока, давай поторапливайся. Не, а я ещё только, главное, вышел, зашёл в эту хуйню, вернулся обратно. Я вообще подозрительная ебала, блядь. Ну, наверное, неприятно, когда кто-нибудь что-нибудь пить. Наверное, неприятно, когда ты подозрительная ебала. Когда ты подозрительная ебала. Я Sailor Moon посмотрела. Кого? Sailor Moon? Ты ебанулась, что ли? Фильм полнометражный. Фильм вышел на Netflix. А давно он вышел? Он вышел в 2022 году. Я не смотрел, я просто лежал около и оплывал. Я хуевал. Это американский фильм? Это японский. А, японцы заебись, там не будет фемки, блядь, Sailor Moon. Не, там... Не, японцам похуй течёт. Вообще всё хорошо там. Вот как старый Sailor Moon, типа, 92-го года. Sailor Moon. Он только 2022-го. Всё. Ну, лунная призма даёт силы? Да. Великая красавица. Всё, лунная призмись. Бл***я, лунная призмись. Это какой-то пиздец. И когда его смотришь, там какое-то просто буйство красок на экране. Всё розовое. Да, там просто кислота. Ну, это прикинь сделать японцам, это важно, чтобы не американцам или европейцам. А японцам фильм по байонетти, блядь. Вот это был бы фильм, блядь. Там ещё какую-нибудь надо, блядь, такую бабищу найти, блядь, развратную. И спорно просто. Какое хуйство красок. Хуйство красок. Так что ты там, Кирилл, хотел сказать? Блядь, я начал играть в новый Need for Speed. А ты купил? Да. Хуя себе. За скидки за какие-то безумные он вышел меньше трёх тысяч рублей. Ну, в современном мире это немного. И в итоге можно сказать следующее. Что они сильно пытаются пародировать Миднайт Клаб. Неожиданно, блядь. Вообще неожиданно. И также можно посоветовать людям, кто хочет вдруг почему-то купить себе новый Need for Speed за большие деньги. Купить себе PlayStation 2 или Xbox классический. PSP. Или PSP. И скачать туда, скачать, купить. Ну, как-то найти Миднайт Клаб 3 и в него прекрасно играть. Как тебе эти вот охуенные графические эффекты? Это вообще пофигу. Там реально хороший графон. Они же отключаются. Нет, они не отключаются. Но они как? Отключаются, если ты их типа с тачками берёшь? Там типа есть разные вот эти схемы вот этого всего комиксного графона. И там есть схемы, у которых просто меньше вот этой красоты. Но вот дым, вот эти все эффекты, они всё равно такие типа мультяшные. Но это выглядит нормально. Ну, как бы дофига народу говорило, что это выглядит срано. Не, у меня, кстати, ещё по трейлерам в принципе. В 2004 году это реально выглядит неплохо. Ну, просто игра там такой туповатый и герои. Там вот это вот всё мешает. А в плане графона это реально выглядит только прям стильненько. Ну, там же всё ещё вот эта, блядь, сраная концепция, как в хите, блядь. Это и есть хит, просто следующий. Когда там что-то из разряда, знаешь, типа ты должен поставить бабла, типа участвовать в гонке, а если ты проебёшь, ты проебёшь бабла. Но там просто все сюжетные гонки обычно, они без ставки. А можно играть только в сюжетные гонки. Скорее всего хуй. Там, наверное, нет, ты ещё по ездить. Ну, у тебя там тачка будет говно, да? А управление такое же ебаное. Блин, это тот же фростбайт, это всё то же самое. Ну, какая, мне похуй, какая разница, такой движок. Меня, блядь, бесило, что ты такой едешь, ты как поворачиваешь, и тебе ещё надо кнопку дожать, и тогда он такой дрифтит. Это по ебанутому сделано. Блин, ну это чуть по-другому сделано. Это сейчас доделывали какие-то остатки. Арабов, блядь. Этих, которые бернаут... Респаун, хотел сказать. Респаун в рабстве. Да, но по факту Это просто Как вот начался Need for Speed Да, он в принципе начался с Rival Но вот Можно сказать Последние две точно Need for Speed, потом Payback Hit и вот этот Это все одно и то же Одни и те же Один и тот же движок, более-менее один и тот же графон Одни и те же люди делают Ну как бы все одно и то же Ну, типа Что вы хотите На сессии кабана взял уже? Нет, я в нее только начал И играю сейчас в Midnight Club 3 Потому что он лучший Самое лучшее, наверное Комплимент игре 2022 года Что лучше играть в игру Которую уже 15 лет Ну, типа того, да Они просто не знают, что надо сделать Кирилл просто такой, блядь Еще не выпустили Форзу Моторспорт Но вот И поэтому нужно как-то А Хорайзен я уже наигрался Поэтому можно поиграть в Midnight Club 3 Ну, типа Мы посмотрели один сериал и один фильм Охуедные оба Первый сериал, это вы уже, наверное, все прослушали от меня Это ву-тенг про, типа Про рэперов ву-тенг, блядь Короче, 5 сезонов, и они там про разные Это вот про рэперов вот эти? Да, да, да Вот эти, которые? Которые, да, вот эти вот Великие А у них там рассказывают, как вот этот вот клан Там все Да, да, да Они там показывают, что, типа, они угорали по всяким вот этим вот фильмам Японским или где про них Китайским Они вообще в каких годах, типа В 90-х Ну, да В конец 80-х Они как-то коррелировали с братанами уровня Biggest Molls'а там Ну, да, они там показывают, типа, там, по-третьям где-то появляется Где-то Snoop Dogg, по-моему, ну, типа, такие есть а-ля камео, типа Бля, охуенно Там, во-первых, очень классный состав, типа, актерский Ну, типа, туда набрали таких харизматичных довольно-таки ниггеров Вот, и во-вторых, они охуенно сделали Вот, знаешь, вот как вы рассказывали про Короля и Шута Вот у меня один в один такое ощущение дежавю Будто вот там вот так же сделано А-ля, там, например, у них был момент, когда они такие Бля, нам надо раскрутиться, чтобы по радио охуйнули нас, типа, типа Чтобы все заслушали наше дерьмо и будет круто Вот, там чуваки такие, типа, просто прозванивали радио Им говорили, идите нахуй, у нас нету этой записи И они такие собрались и пошли на радиостанцию И такие сперва показывают, как они себе это представляют Они такие в стиле крестного отца с узиками заваливают Всех там расстреливают, типа, мол, типа, там кого-то ранили Кто-то кого-то спас И они такие включили по радио своему зло А потом показывают, что на самом деле они такие Через черный ход, такой, на, чувак, кассета Забери, пожалуйста, поставь хоть раз И они такие, окей Вот, и вот все вот так вот И там очень офигенные кадры, когда, типа, этот чувак, который у них главный, Риза Он, типа, музыцирует, он, типа, биты пишет И он там, пока, типа, покупает всякие пластинки На тот момент, что популярно, там, типа, всякие джаз, сол И он, типа, вырубает, и там он, а-ля, типа, видит прям полную группу И он такой, типа, знаешь, ля, у себя в мозгу отрубить барабан, отрубить стол У него там остается один басист Он, там, с другой пластиночки еще кого-то добавляет И в итоге вот так вот многослойно у него что-то получается новенькое Охуенно сейчас реально есть прога, типа, Neural Mix называется Ты в нее просто MP3-шку загружаешь И она, типа, согласно этим всем, ну, нейросетевым хуйням Типа, тебе такая поддельно дает дорожки вокала Баса, типа, ударных Ну и, там, с гитарами в средней сложнее полосой Но, тем не менее, бля, ну там, типа, там, 9 из 10 раз Я под прикол пробовал Реально охуенно работает Я такой, нихуя себе Там, вот, знаешь, банально, там, минус сделать Тупо вырезать вокал Просто такой, блядь, за 10 секунд Такой, я нихуя себе, говорит, блядь Ты эту вырезал в этой хуйне, где Мы на газ погнали вперед Да, да, да Машина служит долго Слушай, а это драма, комедия или чё? Ну, это байопик, типа, наверное Ну, типа, да, наверное, байопик Но там есть и смешные моменты, прям много Ну, они в основном связаны с тем, что это про нигеров И они такие, типа, эй, чё у вас зацени какие брызги Давай, за вутен, блядь За нигеров За нигеров это смешно Пизда нам была бы, если мы этот тост бы поднимали в другой стране Почему? Нормально А тут нельзя говорить только одно Ладно, много чего нельзя говорить В общем, пожалуй, из всех вот этих вот музыкальных байопиков Вот если не считать про Мотли Крю фильм Это прям самое охуенное было Вот, ну, то бишь, прям вообще охуенно Охуя там сезонов? Пять? Пять? Пять, четыре Не, они быстро, ты прям на одном дыхании их просматриваешь Ну, блин, я бы не сказал, ну, не знаю Там они длинные серии, во-первых, они там а-ля час Типа по часу А дыхание серии сезонов? И сезон прям такой хороший Нет, всё, это не будет никто смотреть Ну, типа, ну, блядь, но там довольно-таки интересно Надо посмотреть Там у них ещё поделено, что, типа, они в первом сезоне такие шпана Они там, кто таравкой торгует Таравкой Таравкой Типа завалированы Таранькой 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 Типа грабежом занимается Во втором сезоне они уж-таки собрались музыку Но подпольно записывают В третьем они уж такие, типа, прорываются А прям в последних они уже такие охуенно известные чуваки Деньги тратят А там ещё много методмена Ну, блядь, ну это понятно, потому что методмен И вот главный их не рэпак, они, типа, продюсеры И они там, типа, их больше всего показывают И они такие, типа, там, сама охуенно Бля, я только сейчас футболку заценил Это же, как бы, ну, в поддержку Поддержку Оля Футболку Сейлор Мун Бля, хуяная футболка, реально Да логично Она ещё такая, типа, там, лунную призму А у тебя в поддержку котов Да Она ещё вот эта вот Дестрой Я её сколько спираю Она, типа, не даже и никак не стёр Настя, кстати, тоже любит этот Все любят Кто родился Вот ты и расскажи, против В 92-м году И будешь Расскажи Будешь самым крутым семья Два раза, по два часа, блин Там две части, что ли? Там две части Я первую посмотрела У парекса Две части Чё, Соллормун Да Она там борется с кем-то? Да Ну, конечно Я тебе говорю, я вообще в экран не смотрел Я лежал в мобилу, играл, блядь Я бы хотел, чтобы сделали экранизацию Гренрайзера Иногда поворачиваюсь Там такой просто, знаешь Розовый понос по всему экрану Единая, там много единорога Чё-то вот такое вот Я такой, блядь А это мультфильм Ну, это вот прям как старые Ты вообще не одну серию? Не, я смотрел старые Какие-то аниме? Это аниме А, я думал, это типа сделали с актёром Я, кстати, тоже Я думал, что это как вот В какой-то момент у Нетфликса была Эта ебанина За что им там уже прилетело За Соника там Нет, за Соника Кусник А за кого за этого? За Виснея За Сосоника Соник с зубами Нет, тетрадь смерти Они экранизировали им пизды Они потом этого Ковбоя Бибоп Это тоже какая-то пиздец старая Ковбоя Биба и Ковбоя Бибоп И Ковбоя Бибоп Как в Черепашках Бибоп и Рокстадины Но только там это совсем по-другому Типа его тоже экранизировали Они просто каждый раз Когда делали киноадаптацию Какого-то известного аниме Всегда прилетало Нет, это прям мультик А, ну это просто Короче, как они сделали Просто полнометраж Все, я понял Он им нарисовал просто Это не так интересно Я думал, что там прям фильм А что там единорогов? Ну там все Взяли вот розовые волосы И сделали Она там гоняет Блядь Это вообще там И синий волос Сель-Махаек главная роль Она уже старовато Могли бы что-нибудь Посовременнее найти Но тоже такую хорошую Ну Такую же, как Сель-Махаек Вот на В этом От заката до рассвета Вот прям Если бы это был бы Нетфликс Они им надо было бы Взять Зен-Дай Ну потому что Фу, блядь Заебала Это Зен-Дай Моя любимая актриса Ебаная мразь, блядь Лей-Сей-Ду Или Лей-Сей-Ду Лей-Сей-Дук Вроде Она тоже уже старовато Лей-Сей-Н-Дук Блядь Она вашего возраста Ну мы уже тоже староваты Я когда уже вижу Женщину сорока лет Там нельзя сказать Что уебать Какая девочка Красивенькая Ну они бывают Красивенькие Какая-нибудь Моника Белуччо До сих пор, блядь Огонь Серёжа любит Серёжа, блядь Ну она уже просто такая Какая-то милфа, да? Да Аж в другом статусе Только повыше Да, да, да Ой Ну всегда можно ботокс Въебать И всё вообще Боже, что поделать Всегда можно Вот эту хуйню сделать Как ты там делал? Ненормально будет, да? Все моршины разглаживали Как ты сказал Как хуйня называется? Вакуумка Вакуумка Точно Сейчас Блядь, это там где дохуя актёров Каких-то пиздаток? Брэд Питт Марго Робби, кстати Марго Робби Да Марго Робби Лидзунь Ли Джованно Адепо Лидзунь Ли Джин Смарт Был живой Хэмилтон Блядь, да заебали бы перечислять Проски-то слова Рандомные Блядь, я чё-то Короче Это такой фильмец Который начинается Вот по ощущениям Как будто это Можешь себе представить? Дур лава Как Как Волк с Уолл-стрит Такая же чернуха Типа Все перееблись Обблевались Типа У кого-то передоз Пиздец Хуйня Обычная тус Много ноготы Да-да-да Много ноготы Блевотина Наркотиков Короче А потом Оказывается Что это тусовка Кинематографистов Ну типа В какие-то там Года 70-е 60-е Да нет Это прям начало Оставания кино 50-е годы Когда кино Немым было Вот И там Такое типа Хуяк И показывают Типа Мол Вот это вот Изнанку Кинопроизводства И уже ты такой Хм А вот тут интересно Показывают Съемочные площадки Где типа До хуя Толпы народу И типа Там у них Надо все С одного дубля Камера ломается Чувак бежит За новой камерой Там немецкий режиссер Да там охуенный Немецкий режиссер Который на все Матерится Кляйна 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 Причем Он такой Все маленькое Все маленькое Вот И типа А потом Приходит Типа Мол Кино со звуком И Слышно Как он Вот эти звезды По пизде Идут Которые В немом Снимались Чарли Чаплин Чем-то фильм Напоминает Однажды в Голливуде Но Как бы Ну Вот Типа да Ну в общем Я не знаю Как это еще Объяснить Но типа Интересно Неплохо Актеры Харат В одной сцене Нигеры Заставляют Гуталином Намазаться Потому что Недостаточный Чарли Недостаточный Гуталиновый Он недостаточный Чарли Один у него Свет Свет поставили И типа Ты под светом Как белый Выглядишь Машься Гуталином Прекрасно Брад Питт Как в Бесславных Ублюдках Он во всех Фильмах Одинаковый Нихуя Теперь уже Да У него тут Усики Да Это не Усики Это не Усики А сроку с трусики Ладно Давайте На этом Поставим Жирную Как я Точку И У тебя Двоеточие Давайте Давайте В конце Многоточие Да Давайте Все На сердце Будем Смотреть Я не могу На заказ О Павел Геннадий Я больше Не рыгаю Вы найдите Того человека Который Эту хуйню Писал Если хотите Чтоб я хоть раз Еще рыгнул На микрофон Такие Найдите И его Заставьте Сделать опровержение Больше Не разу В любом случае Ну ладно Сейчас Запишемся В любом случае Всем спасибо Кто слушает Всем всего доброго Хорошего И Спасибо за рыбу Да Скучно будет Звоните Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok